Дарья Судрева Больший подарок под Новый год – ключи от квартиры. В Ульяновске очередной долгострой сдадут в декабре. Гидры, моллюски и бабочки. Ульяновские ученые представили природные находки года. В Ульяновске почтили память погибших в вооруженном конфликте в Чечне. На заседании Совета по промышленной политике глава региона выступил с инициативой сделать 31 декабря выходным днем для ульяновцев. Он подписал указ, согласно которому последний день декабря станет выходным для госслужащих. Подробнее в нашем материале. В рамках рабочего визита Сергей Морозов осмотрел производственные площадки компании «Легран», после чего принял участие в заседании Совета по промышленной политике. После награждения лучших работников и организации отрасли губернатор призвал всех руководителей предприятий сделать 31 декабря выходным днем для своих подчиненных, чтобы люди могли больше времени провести в кругу семьи и друзей. Будем просить вас уже обработодателя. Что касается чиновников, это моя прямая, что называется, разрыв ответственности. 31 числа сделать выходной день. Мне кажется, люди, конечно, с нетерпением этого ждут, все тружики, потому что 31-й все же это такой домашний уже день. Надо готовиться к настроению, в конце концов, соответствующим создавателям. Сергей Морозов отметил, что последний день года людям хочется провести дома в приятных хлопотах рядом с родными и близкими. Поэтому просил присоединиться к этой инициативе всех работодателей Ульяновской области. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Лучший подарок под Новый год – ключи от квартиры. Собственники более 300 квартир по улице Панорамная 5 наконец-то получат ключи от новой жилплощади. Новоселье запланировано уже в январе будущего года. Наталья Чумаченко пообщалась с дольщиками. Качественные материалы, прекрасный вид из окна, уютный спальный район. Об этом думала жительница города Ульяновска Наталья Пановская, покупая однокомнатную квартиру в микрорайоне Репина-Искра. Сделка была оформлена в сентябре 2018 года, когда строительство многоквартирного дома уже находилось в завершающей стадии. Женщина приобрела все необходимые материалы для ремонта своих квадратных метров. Даже успела выбрать обои в гостиную, когда на руки получила письмо от подрядчика. В документе было написано, что строительство дома по улице Панорамная 5 приостанавливается на неопределенный срок без объяснения причин. Мы ждали. Ну тут уже инициативная группа организовалась. И как-то начали думать, как решать эту проблему. В итоге загвоздка в чем оказалась? В канализации. Вот за это можно выразить благодарность губернатору города, то, что он взялся решение этой проблемы, нашли выход из положения. И Министерство строительства, что они потом уже определились с инвестором. Вопрос сдачи многоквартирного дома по улице Панорамной 5 сегодня находится на контроле правительства и Министерства строительства архитектуры Ульяновской области. Выработаны мероприятия для подключения дома к анализационно-насосной станции. Получена исполнительная документация от компании подрядчиков Свияжская строительная компания. Проблема была та, что застройщик не выполнил проектное решение по канализации этого дома. Объект достаточно большой и в процессе строительства в этом году менялась схема канализации. И объект подключили к другой КНС, который у нас находится за школой, ниже школы. Поэтому приняли несколько таких новых технических решений. И это потребовало вливания, допустим, порядка 14 миллионов рублей. Эти деньги, они предусмотрены в региональном бюджете, и поэтому это позволило стройку эту сдвинуть с места. Сейчас на строительной площадке кипит работа. Завершается установка пожарной сигнализации, благоустраивается прилегающая территория, произведен пуск тепла в дом. Планируемый срок сдачи объекта в конце декабря 2019 года. Это значит, что сотни ульяновцев смогут получить долгожданные ключи от квартир уже в январе будущего года. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Сегодня, 11 декабря, отмечается День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне. По всей стране проходят панихиды по погибшим, а также уроки мужества, классные часы, выставки и экспозиции. В Ульяновске на площади 30-летия Победы прошел митинг, посвященный этой горестной дате. С момента начала боевых действий на Северном Кавказе прошло 25 лет. 11 декабря 1994 года первые эшелоны российских войск вошли в Чечню для восстановления конституционного порядка. По официальным данным, в этой войне погибло не менее 14 тысяч человек. Однако следует учитывать, что официальные данные включают в себя только потери солдат-срочников, без учета потерь военнослужащих контрактников, бойцов специальных подразделений и прочих. Россия-матушка сильна своими традициями. Одна из самых сильных традиций – это поминать своих боевых товарищей. Сегодня мы вместе с боевым братцем Российский союз ветеранов Афганистана, инвалиды войны в Афганистане, общественные организации, которым сотрудничают наши организации, поддержали, пришли. И сегодня же, конечно же, мы здесь возложили цветы. Честь имею старшина воздушно-десантных войск отдельно 345-го полка, председатель боевого братства Николай Лазарев. Ульяновская область после этой военной операции недосчиталась 108 парней. Их память почтили на митинге, который прошел на площади 30-летия Победы. Участники возложили цветы к мемориальному комплексу и провели минуту молчания. Долг каждого – поименно помнить о тех, кто отдал жизнь за целостность нашего государства. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. Об энергии солнца, воды и ветра. В образовательных учреждениях Ульяновской области проходят так называемые «зеленые уроки». Мини-образовательный курс нацелен рассказать учащимся о преимуществах альтернативной энергетики. Один из таких уроков прошел в гимназии номер один. Для младших классов – мультики, для старшеклассников – документальные фильмы и презентации. В школах Ульяновской области начали проходить так называемые «зеленые уроки». На тематическом занятии знакомят с возможностями альтернативной энергетики, рассказывают о природных ресурсах и профессиях будущего. На самом деле нами разработан целый концепт, который говорит об энергосбережении. Он рассказывает, как сейчас в мире используют разные альтернативные источники энергии и знакомят детей с разными способами использования этих источников энергии. В этом отношении «зеленый урок» стал такой изюминкой. В гимназии номер один учащихся 10-го класса поближе познакомили с ветроэнергетикой. «Зеленый урок», как и обычный, длился один академический час. В данном случае речь идет о экологии. Это довольно важный аспект жизни каждого человека, так как через определенное количество времени источатся те же самые невозобновляемые ресурсы, типа нефти, угля, и люди должны знать, что с ними дальше будет и как они себя должны вести. О ветропарках России и 17 целях устойчивого развития принятых ООН мальчишкам и девчонкам рассказал гендиректор компании «Вестас Рус» Кемал Юсупов. Мы совместно с «Роснано» ведем большой образовательный проект на базе Баумановского технического университета и Ульяновского технического университета для студентов. Это прямо профессиональное образование. А вот с этого года мы стали проводить так называемые «зеленые уроки» для старшеклассников. Скоро к презентациям и фильмам для проведения тематического занятия добавятся специальные учебные методички. Кроме первой гимназии, с ветроэнергетикой поближе еще летом успели познакомиться ребята из детского лагеря «Смарт», а также учащиеся Октябрьского сельского лицея в Чердоклинском районе. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. В Ульяновске подвели итоги 8-го межрегионального инклюзивного фестиваля конкурса «Мы вместе». Участниками стали представители из Ульяновска, Димитровграда, Казани, Саратова, Самары. Конкурсанты состязались в номинациях «Вокал», «Хореография», «Жестовое пение», «Инструментальное творчество», «Мода и дизайн», «Оригинальный жанр», «Театр» и «Художественное слово» и «Декоративно-прикладное творчество». Гала-концерт фестиваля стал итогом проведения конкурсной и деловой программы. Впервые в этом году в рамках реализации федеральной программы «Цифровая культура» национального проекта «Культура» прошла прямая трансляция гала-концерта в интернете. В концерте выступили победители конкурсной программы по номинациям, которые были награждены дипломами, памятными сувенирами и призами. Открытия и находки этого года были представлены учеными в историко-мемориальном центре музея Гончарова, где прошла ежегодная конференция «Естественно-научные исследования в Симбирском Ульяновском крае». Мероприятие направлено на расширение практики обмена результатами новейших научных исследований между учеными Ульяновского края и сопредельных регионов. О находке подробнее Ирина Антонова. В этом году география участников конференции «Естественно-научные исследования в Симбирском Ульяновском крае» охватывает регионы Поволжья, Москву и Санкт-Петербург, а также Нидерланды. В конференции заявилось 70 ведущих специалистов и молодых исследователей. Они представили свои научные труды в пяти тематических секциях – палеонтология, ботаника, зоология, история науки и экология. Пожалуй, самая интересная часть конференции – презентация находок 2019 года, на которой были представлены факты регистрации новых видов растений и животных. И среди них есть большая группа паразитов. В прошлом году тоже у нас была группа Григорина, например. И авторы этих статей говорили, что на следующий год тоже будет много всего интересного, связанного с ними, потому что тема благодатная, мало чего там у нас на территории области было найдено. И в этом году это подтвердилось, там большое количество Григорин. Также интересная находка – это гнездо серой утки, которое у нас не отмечалось в гнездовании, а тут в Сурбском районе неожиданно пара уток была найдена. Среди находок – новый для фауны Ульяновской области вид гидры – маленькое животное, которое является кишечно-полосным. Он был найден в отстоявшихся пробах воды из озера Кряж Барышевского района. Живую гидру, кстати, можно было посмотреть через лупу на выставке. Она находилась в специальной колбе. В Свияге специалисты выловили новый вид моллюска, размер раковины которого менее двух миллиметров. Его видовую принадлежность пришлось устанавливать с помощью молекулярно-генетических методов. Еще один новый вид ракообразного моллюска был обнаружен на оптовой базе на проспекте Гая. Его завезли в город с морским окунем из северных морей. Паразиты находились под кожей рыб. Правда, для человека они не опасны. А у некоторых народов севера такая зараженная рыба считается деликатесом. Рекордсменами по количеству находок оказались энтомологи. Они в текущем году обнаружили 45 новых для области видов бабочек. В экспедиции в Лавинском лесничестве, которая входит в состав Сурского государственного заказника, участвовал учащийся 11 класса Лавинской средней школы. Он представил на выставке «Находка года 2019» несколько видов новых бабочек. Этим летом мы совместно с научным сотрудником Национального парка Сенгелеевской горы Волковой Юлией Сергеевной и профессором кафедры биологии и химии Ульянского государственного педагогического университета Вадимом Викторовичем Золотухиным проводили исследование, в ходе которого нашли несколько новых для области видов чешуекрылых. Всего в ходе полевого сезона 2019, по словам юного энтомолога, было обнаружено 392 вида из 36 семейств чешуекрылых. Из них 39 видов были найдены в регионе впервые, а 10 впервые отмечаются в Поволжье, в восточной части Европейской России. Также этой осенью ученые-энтомологи обнаружили в Ульяновске первые очаги размножения каштановой минирующей моли, опасного вредителя конского каштана. На конференции также был презентован 20-й выпуск сборника докладов природы Симбирского Поволжья. Позже его можно будет найти в библиотеках. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Как порезать руку, чтобы не было крови, или как жечь 100 рублей, чтобы они остались целыми? О науке в занимательной форме шел разговор на фестивале, который прошел в Димитровградском краеведческом музее. Участниками мероприятия с говорящим названием «Наука и фокусы» стали школьники Димитровграда и Меликесского района. Это совместный проект музея и инициативной группы молодых ученых. Вместе с ребятами удивлялась, восхищалась и училась Марина Антуганова. Раннее утро, суббота. В одном из залов краеведческого музея толпятся ребята, школьники. С удивлением смотрят, как какая-то железяка зависла в воздухе без какой-либо поддержки. За 50 минут ребята окунулись в мир физики и химии. При этом сами приняли активное участие в экспериментах. Полина вызвалась помочь в опыте с порезом руки. Прямо сегодня мне резали руку, и было не больно. С помощью химии мне все убрали. Было интересно, страшно, но это было совсем не больно. А еще школьники наблюдали, как меняют цвета жидкости. Сейчас фокус не для слабонервных. Убираем эфир, чтобы он не... Оп! Видите, банкнота у нас осталась не горючей. Знаете почему? Секрет фокуса, ладно. Фокусники очень расковывают, но я раскрою секрет. На самом деле, прежде чем облить ее эфиром, я смочил водой. И эфир очень быстро испаряется и не дает возможности воде испариться. То есть эфир сгорает, и банкнот остается слегка влажным. То есть если влажную банкноту облить эфиром поджечь, она не сгорит. Но если она была сухая, она сгорела полностью. Запомнились практически все эксперименты. Это выглядит необычно и запоминается надолго. Ого! Большое спасибо хочу сказать всем, кто это организовал. Короче, эмоций куча. Стоит отметить, что фестиваль уже стал традиционным. По мнению организаторов, он нужен в первую очередь самим ребятам. Фестиваль, он служит тому, чтобы дети, наши демитровградские дети, познавали науку вот в таком занимательном плане. Чтобы они представляли, может быть, свою будущую профессию. Кто-то захочет поступить потом на соответствующие факультеты институтов. Чтобы эти фестивали служили профориенционным целям. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок, Демград-24. Специально для Олл Правда ТВ. В минувшие выходные один из самых известных в Демитровграде и Ульяновской области коллективов, эстрадный оркестр-метроном, отметил свое 60-летие. Праздничный юбилейный концерт прошел в Центре культуры «Восход». Уникальные фотографии, с любовью оформленные стенды, множество единомышленников и друзей, хорошая музыка – все было на вечере воспоминаний. Еще на входе в фойе чувствовалась атмосфера праздника музыки. 60 лет эстрадному оркестру «Метроном» отмечали дружно. Ни одно поколение молодежи выросло на песнях, которые исполняли музыканты на городских танцплощадках, на праздниках и концертах в «Восходе». В день юбилея оркестранторов поздравил начальник управления по делам культуры и искусства города Ирина Ширяева. 60 лет – солидный срок жизни творческого коллектива. Оркестр – желанный гость на всех сценических площадках нашего города и области. Его концертное выступление пользуется большой популярностью у зрителей, приносит радость и хорошее настроение, открывает двери в удивительный мир музыки. Были вручены грамоты музыкантам и руководителю оркестра Дмитрию Горюнову. А недели ранее на этой сцене тоже звучали поздравления. От имени губернатора Ульяновской области Сергея Морозова метрономовцев поздравила министр по делам культуры и искусства региона Евгения Сидорова. От имени правительства и себя лично сердечно поздравляю вас и весь коллектив с 60-летием эстрадного оркестра «Метроном». В течение многих десятилетий, начав свой путь с музыкального сопровождения кинесеансов и танцевальных вечеров Дмитрия Горганского кинотеатра «Спутни», коллектив пропагандирует лучшие образцы советской, российской и зарубежной музыки, служит искусству. И, конечно, в этот вечер звучали лучшие произведения в исполнении эстрадного оркестра «Метроном». Марина Антуганова, Анжелика Борвинок, Демград-24, специально для Уллправда ТВ. 12 декабря в Ульяновской области ожидается пасмурная погода, большая вероятность мокрого снега с дождем. Температура днем составит 1 градус со знаком минус. Ветер северный 5,8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале уллправда.ру 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова